State of Decay В первоначальное место убежища в церкви вы попадете в самом начале. Однако скоро поймете, что она не очень пригодна для жизни. Мало места для жильцов, постройок и хранения ресурсов. Поэтому, выбрав понравившееся убежище из доступных, собрав багаж, мы вольно переехать в любой момент. Каждый из выживших чем-либо занимался до нападения зомби. Их навыки очень пригодятся при выживании. Врач займется лечением раненых и больных, строитель соответственно строительством. Повару, ученому, психологу, всем найдется работа. Даже если профессия не подходит для мира населенного зомби, вроде профессии клерка, то такие выжившие подойдут в роли сборщиков прикпасов или носильщиков. Но обладающие какими-либо спортивными навыками, в основном как раз и будут нашими аватарами. Ведь какой толк от банкира в бою? Со временем наши герои развивают свои способности. Система развития схожа со Скайримом. Чем больше мы что-то делаем, тем выше поднимается уровень навыка. Лупим врага, повышаем навык борьбы, стреляем соответственно стрельбы. Однако если у того же персонажа навык стрельбы отсутствует вовсе, то он и не появится, даже если бы выпустить в зомби тысячу патронов. Основным занятием в игре является мародерство. Вот мы влаваемся в очередной дом, обыскиваем его в поисках припасов, набиваем рюкзак. Если добра много и одному не унести, то вызываем сборщика с базы. Тянем все домой на склад и повторяем процедуру по необходимости. Так как ресурсы в игре не обновляются, то каждый раз в поисках придется уходить все дальше и дальше. А чтобы не бегать домой для сброса оружия и некоторых припасов, мы сможем располагать аванпосты. Также эти аванпосты можно заминировать для сдержания толп зомби. Оружие в игре можно поделить на два типа, стрелковое и ближнего боя. Стрелковое делится на пистолеты, винтовки, автоматы и гранатомет. Однако у такого оружия есть один недостаток, она очень громко стреляет и на этот звук со всего округа сбегаются зомби. Правда можно на некоторое оружие установить глушитель, чтобы снизить уровень шума. Оружие ближнего боя делится на дробящее, режущее и тяжелое. И отличается в основном по скорости нанесения ударов и силе. Самое быстрое режущее, затем дробящее, а затем и тяжелое, хотя оно и самое убойное. Время от времени нам будут выдавать задания по принципу ГТА. То есть на карте появляется точка, где мы берем задание, мы туда приезжаем, нам объясняют что делать и указывают на другую точку для выполнения. В это время все другие задания становятся неактивными, пока мы его не выполним или не провалим, в таком случае придется его повторить. Миссии в основном включают в себя помощь местным жителям или уничтожение зомби. В награду мы получим или влияние, это местная валюта, за которой мы приобретаем оружие или патроны, помощь чем-либо или возможность увеличить свое общество новыми людьми. В принципе вся игра построена на взаимоотношениях друг к другу, ведь когда кругом такое творится, не время для ссоры. Хорошая игра вне зависимости от того, какой жанр игр вы предпочитаете. Любой человек останется довольным. Однако, чтобы уберечь свои нервные клетки, рекомендую скачать все обновления, стабилизирующие игру. Всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok